Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visitasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу об интернете, сотовой связи, мобильном интернете, вай-фай Как с этим обстоят дела в Доминикане Давайте сразу Ну, например, если вы пользуетесь российской сотовой связью, это очень дорого У всех операторов, там от 350-300 рублей в день я никогда не пользуюсь за границей У меня есть два варианта, это DreamSim Карта, которая подходит для всей заграницы Я ее во всех странах Европы пользуюсь Вот в Европе она удобная Там всего лишь идет 1-2, ну, в зависимости от страны Европы, 1 мегабайт, 1 цент долларов Ну вот в Доминикане, вот одна из очень редких стран, где DreamSim дорогая, 15 центов 1 мегабайт То есть это дорого Поэтому я здесь ей, ну, только прилетел в аэропорт Дописал, что я прилетел Какие-то там важные вещи по злам посмотрел, и все, и больше не пользуюсь А купил местную сим-карту Это Clario Вот честно, может, название чуть-чуть буду ошибаться, так как не доминиканец Доминиканец и Altis Вот они две компании Еще есть Vivo испаноязычный, это такой мировой бренд Но вот доминиканцы, кто здесь живет, предпочитают пользоваться на Clario Или Claro И Altis Примерно у них у всех тарифы одинаковые По тарифам расскажу подробнее Сейчас скажу, зачем это вообще нужно Вообще в отелях вай-фай, ну, скажем так, как вам сказать Слабенький Во всех, в четверках, в пятерках Ну, если вы еще берете хуже Ну, например, во многих отелях доминиканы вай-фай вообще платный То есть, допустим, он есть на лобби На ресепшене где-то бесплатный В других номерах планы не во всех, но во многих Либо он есть даже платный на ресепшене Причем качество его так себе В некоторых отелях, вот в пятерках, в хороших, вай-фай вот есть У нас бесплатный, как на всей территории отеля Ну, тоже где-то к морю уйдешь Потому что, например, подальше от отеля, оно уже плохо Вот вчера просто полдня Практически невозможно было отправить сообщение Что-то написать, так как Так, пойду-ка я в другую сторону Так как вай-фай не ловил Ну, скажем, вай-фай, если вы были, допустим, где-то в азиатских странах В каких-то странах, ну, африканских Вот такого качества именно вай-фай То есть на вай-фай рассчитывать особо не нужно Особо если вы работаете Если вы находитесь здесь И вам нужно решать рабочие дела Лучше сразу покупайте местную сим-карту Тем более она стоит недорого То же самое касается вай-фай и в кафе Не во всех еще он будет Допустим, а если будет, то так же может быть хорошего Может быть плохого качества Итак, Clario Смотрите, цену будут говорить в долларах Естественно, они продаются в американских Доминиканских PES, чтобы вам было более 5 лет Кларио Около 3 долларов Сама сим-карточка стоит И пакеты интернета Причем пакеты очень интересные Например, 1 гигабайт Это пакет И он стоит около доллара 3 гигабайта на 3 дня Стоит около 2 долларов И 5 гигабайтов на 5 дней Стоит также около 3 долларов Таким образом При покупке Clario У вас выйдет Допустим, сама сим-карта Там сим-карта у вас еще остается Там полдоллара на этом На балансе В общем, сим-карта На 5 дней вы купили пакет Это вам выйдет где-то около 6 долларов Может чуть поменьше Сейчас вы сразу же мне, конечно, зададите Справедливый вопрос Что делать? Я не на 5 дней прилетел А ничего То есть вам нужно будет продлевать регулярно этот пакет Просто приходите 5 дней у вас заканчивается Продлеваете Где купить? Смотрите Официально эти сим-карты Clario и Altis Они продаются в салонах связи Либо, допустим, в супермаркете Для этого вам нужно предъявить паспорт Владелец будет активировать эту сим-карту Тогда она будет стоить 3 доллара Ну, допустим, вот я иду по отелю Ну, сим-карту купить Допустим, можно в супермаркете В Джумбу, в Пунта-Кань Которая 11 километров В поселке Бауэра Никаких сотовых связей Салонов Никаких супермаркетов нету Что же делать? Местные магазинщики Продают эту сим-карту Уже активированы Можете даже не спросить у вас паспорт Но стоимость будет у них не 3 доллара За свои услуги Тут стоят одни 5-звездочные 4-звездочные отели Они будут просить 10 долларов Кстати, можете поторговаться За 7, за 8 Попробуйте купить Тогда у вас уже сим-карта будет выходить Тогда у вас уже сим-карта будет выходить Не 6 долларов А, допустим, 10 Ну, это у них вот стандартная цена для туристов Если там будут торговаться И 3 на 5 дней 13 Но учитывайте, что каждые 5 дней Вам надо будет пополнять баланс Вот пополнять баланс Можно также в этих магазинчиках Уже за нормальные деньги Вот, например, у пляжа Бавара У отелей Ситирио идет много Большая улица таких магазинов сувенирных Таких много стоит киосков Около 5-звездочных отелях Но, естественно, цены здесь дороже Так как им надо платить за аренду эти машины Вот у Altis У Altis в принципе тоже самое Единственное, у них выдают Есть не 7 гигабайт на 5 дней Не 5 гигабайт, а 7 гигабайт Цена примерно одинаковая Они там буквально отличаются В 10 американских песо 1 доллар 56 песо То есть, ну, никакой разницы нет Примерно тарифы одинаковые Если кто-то один сбивает Другой примерно делает такие же тарифы Потому что, ну, две сотовые связи будут конкурировать Если будет примерно у них одно и то же покрытие Если будет у них разная сильно цена То сразу люди уйдут к ним Ну, вот действительно, они сейчас ввели, например На 5 дней 7 гигабайт Я не удивлюсь, если другие так же добьют Или просто сделают чуть поменьше Вот И каждые просто продлять нужно каждые 5 дней Вот, допустим, вы отдыхаете 15 дней, ну, 2 недели Вам нужно, если вы купили сим-карту Опять, если вам есть какие-то дела, допустим И, конечно, в супермаркетах, в этом джумба, допустим Которые находятся в центре Путыка И выгоднее покупать и рома, кофе, и какао Это будет по ценам А в обычного супермаркета А не по ценам мини-маркетов Которые арендуют у пятизвездочных отелей Естественно, за это дорого платят И понимают, что здесь у туристов Живут туристы, которые, ну, очень сложно куда-то добраться Цены гораздо не выше, чем в обычном супермаркете Вот один раз съездить в супермаркет, купить карточку Что-то закупить, то, что вам нужно Например, розетку еще купить Так как здесь розетки не европейского типа И нужен переходник Тогда это будет выгодно Если вы покупаете в ларьке Ну, допустим, 10 долларов на 3 У вас выйдет где-то 18-19 долларов на 2 недели Если в салоне сотовой связи У вас выйдет 3 И плюс 9, где-то 12 долларов Вот, в принципе, такая информация О сотовой связи, интернете, Wi-Fi Извиняюсь, что у меня иногда сел как раз стабилизатор Когда стал вам записывать это видео Поэтому немножко такое оно дерганное получилось Дерганный кадр Если вам понравилось это видео Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал С вами был Борис Соколов Сайт vizasam.ru И до встречи в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok